Начинаем недельную игру в НОАХ. Ирэ, талдот НОАХ. Можно перевести события с НОАХом. НОАХ иш цадик, тамима йоба дейресов. Был цадик полноценный в его поколениях. Эсэрэхим с Богом и с алых нэх шел НОАХ. Ну, это уже Раша замечает, Медраж замечает, что тут написано цадик, тамим, полноценный. А дальше написано, Бог сказал НОАХу, от Хара Иси тебя я видел цадик, только цадик, выражение цадик. Так Раша, Раша говорит, что человеку можно говорить часть его достоинств, но не полностью. Говорит человеку полностью его достоинства, может его испортить. Интересно, с Богом ходил НОАХ. Тут интересно, написано в его поколениях. Есть два мнения в Медраше, раб Яуда и раб Нехамья. Один говорит, в его поколениях он был таким достойным, в его поколениях. То есть, был бы он в других поколениях, поколении, где бы был Авраам, то он бы не занимал такое место. В его поколении он был самым достойным, в его поколении. Другое мнение. В его поколении таком испорченном. Он вел себя так достойно. А что было бы, если он был более в лучшем поколении? Он был бы намного выше. Я слышал от имени одного из великих людей, Торы, что он говорил, что вообще-то эти два мнения даже и не спорят. Определенно, при всем его величии, от Авраама он был далек. При всем его величии. Но это Раша тоже приводит, что он как бы шел перед Богом, как бы Бог его держал за ручку. А Авраам шел впереди. Сам шел. То есть оба согласны, что на уровне, в другом поколении, до Авраама он был бы далек. С другой стороны, в таком испорченном поколении, быть таким достойным человеком, это великое достоинство. И он был бы в другом поколении, более возвышенном, он бы, конечно, был бы выше. При всем этом, он не был бы как Авраам. Вопрос только, что Тора тут подчеркивает? Какую сторону вопроса? Есть очень интересный, оригинальный комментарий от имени автора Шухана Руха. Он объясняет иначе, чем Раша. Он объясняет так. Нуах был цадык, и он был тамим. Бедора Тав. В его поколениях. Он же жил в нескольких поколениях. Ней-Нуах был, жил до потопа, и жил после потопа поколения Афрага. Какое было основное испытание поколения потопа? Как тут написано? Разврат. Основное испытание был разврат. Так какое качество противоположное разврату? Цадык. Мы говорим, Йосейф Ацадык. Он выдержал тяжелейшее испытание разврата. Йосейф Ацадык. А Нуах был и в поколении Афрага. Разделение языков. Какое испытание было там? Там основное испытание было принять власть Бога, или, как говорят, быть сам Иисусами, сами решать и сами руководить. считать себя полными хозяевами мира. Это было испытание поколения Афрага. Разделение языков. То есть, не принять власть Бога. Какое качество противоположное этому? Качество противоположное этому – это там им. Быть цельным с Богом. Так, автор Жухонараха говорит так. Нуах был цадык, поколение потопа, и там им, цельный с Богом, в обоих поколениях он проявил. Поколение Мабула он проявил качество цадык, поколение Афрага, качество там им. И это в обоих поколениях. Но это же будет потом. А когда Бог говорил с Нуахом, это было же поколение, это было до потопа. Поэтому Бог говорит Нуаху, тебе я вижу, цадык. «Земля испортилась перед Богом». «Земля испортилась перед Богом». Это разврат. «Ватимолио орец хомос». И земля, и кроме того, земля наполнилась грабежом. То есть, два основных испорченности того, то, что было, это разврат и доупоконство. и грабеж. Я имею в виду разврат и грабеж. Метраж говорит, что кто-то выносил какой-то вид бобовых на рынок. Этот берет один-два, этот берет один-два. Меньше стоимости пруты, это много не стоит. но человек остается ни с чем. Это грабеж. И в конце прошлой главы Тора нам рассказывает, как начался разврат. Там написано «Ваируб вны оэлегиме бны саодам». «Сыновья оэлегим». Что это значит? Так Метраж говорит, «Рабшимебенихой говорит, имеется в виду сыновья судей». Сыновья судей увидели женщин, что они красивые, и взяли, каких выбирали. То есть сыновья судей, которые занимали важное место, а не судьи, так сыновья их, пользуясь положением своих отцов, брали себе женщин, каких только хотели, даже замужних. И Метраж тут говорит, «Кол пирца, что иноминагдейли, мрабшимбенихой говорит». Всякое плохое действие, которое не выходит от больших, ино пирца, это не такой пролом. Пролом, который идет от важных людей, занимающих положение в обществе. Это самое страшное, потому что от них другие учатся. Метраж тут говорит нам страшную вещь, что когда поколение потопа было стерто и уничтожено, знаете, когда? Когда они стали писать брачные контракты с мужчиной и со скотом. то есть так, заниматься этими мерзостями они занимались и раньше. Но потом они сказали, «Послушайте, все равно же это делают». «Да почему же надо делать это тайно? Надо же быть правдивым». Но это страшная вещь. Когда узаконивают мерзости, это само по себе самая страшная вещь. Кто-то делает тихо, тайно, это тоже страшное преступление. Но узаконивать это, это намного страшнее. Что нам делать, если узаконивать? Но у них узаконивали, если я правильно услышал, животные. Сейчас пока до этого не дошло. На полный брак это когда-то... Смотрите, а половина вам мало? Это... Медраж говорит нам, что когда и распространяется разврат, приходит страшное наказание, которое уничтожает и хороших людей и плохих. «Ваярил имэсоорец войны нишхосо». Бог убедил землю, она испортилась. «Киешхи сколбосор эздаркей ал оорец». Все живое испортило свое поведение на земле. То есть не только человек занимался развратом, но и животные, и другие существа тоже. Что это значит? Мы же знаем, что у человека есть яйца тэйва, яйца ра. Доброе желание и плохое у человека. И есть выбор. У животных есть выбор? Нет? У них есть инстинкты. Что это значит, что животные стали так поступать? Так интересно. Из Геморы видно, Гемора говорит про поколение потопа, может, мы потом прочитаем, в чем был корень их преступности. Но пока Гемора говорит, что это все были проделки людей. Они стали делать опыты, скрещивать такое-то животное с таким. Скрещивать. Всех скрещивать человеком, человека с ними. То есть это опыты человека. Это не преступление животных, это преступление человека с животным. Так Гемора это объясняет. Из Медража слышится по-другому. Медраж говорит, что собака пошла как волку, петух, павлинши и так далее. То есть они сами стали скрещиваться. Без агиви, если в славенчик зацал, спрашивает, как это? У человека есть террора, а как у животных? И он дает на это очень интересный ответ. Он говорит так, что человек своими действиями влияет на окружающую среду. Это влияние может быть положительное, а может быть отрицательное. Человек имеет силу влиять на окружающую среду. Значит так, есть два вида влияния. Одно непосредственное. Кто-то видит другого, как он хорошо и аккуратно молится, как он делает брахот как надо и учится. Человек учится от других. Но Бейзарива говорит о другом. Кроме этого влияния, которое, конечно, есть. Человек может быть в закрытой комнате и сидеть и напряженно учиться. И это будет посылать лучи духовного света и влиять на окружающий мир. То, что человек делает, влияет на окружающий мир. Даже если никто его не видит и не знает. Так Бейзарива говорит тут, что тут идет речь. То, что животные стали вести себя так извращенно, это потому, что люди занимались гнусным развратом и человек своим развратом повлиял на окружающую среду и животные тоже стали вести себя извращенным. То есть это влияние человека на окружающую среду. Влияние отрицательное. Но отсюда мы можем видеть, что человек может влиять на окружающую среду. Положите вопрос можно сделать? Да. А какой целью они ведут? Кто? Вот люди, которые вступали в отношения к животным. Что не двигало? Развлечение, получение удовольствия таких способов. Сегодня известно, что разные виды генетически не скрещиваются. Или если дают потом, что равно бесплодно. вы говорите про допустим скажем прежде всего про человека. У человека есть такая страсть. И он понимает, что это мерзость. Это неестественно. Но он идет за своей страстью. Понимает, что это противно. Но он идет за своей страстью. А если у животных нет выбора, а они все равно делают меж. Смотрите, животных это уже последствия. У животных это последствия. Между прочим, то, что эта страсть у многих усиливается. Я не думаю, что это закон, а я думаю, что это тоже последствия тех, которые так себя вели. Это тоже какое-то влияние. Но при всем влиянии у человека был и остается выбор. Почему написано земля изобратилась? Это люди и животные изобратились? А почему эта земля написана изобратилась? Имейте в виду те, кто на земле. Смотрите, в самой земле, которая происходит плохой, это тоже испорченность. изобратилась? Ва ей мере гим генея сказал Бог нуаху. Конец его живого пришел передо мной. Потому что земля наполнилась грабежом из-за них. Видите? А приговор стал из-за чего? Из-за грабежа. Страшная вещь. Грабеж это страшная вещь. А можно ли это понимать как в России или все-таки животные и птицы которые на земле находятся? Рыбы так ничего подобного не делали? Рыбы находятся на своей отдельной территории внутри воды и до них влияние людей не дошло. Они были на своей автономной территории. А птицы? Птицы приводятся тоже испортились? Ну раз написано сказали курица в птицу потом нет значит на птице это интересно если бы поколение потопа сделало бы то что мы обычно делаем что один прощаем другому то потопы не пришел правильно? тут приговор был из-за грабежа я слышал объяснение почему так и первый кто так выступил обвинителем это грабеж почему? то что они грабили приговор начался из-за грабежа хамас хамас грабеж может поэтому хамас так и называется грабеж так я слышал такое я видел такое объяснение у человека приходят требовать разные человек должен многим людям то же самое и на небесном суде есть у него претензии разных ангелов которые произошли от его действий но все-таки есть какой-то какие-то рамки не каждый торопится сразу требовать но каждый ангел он похож на его природа похожа на природу того преступления из чего он произошел грабить другого это идет от большого нахальства обязательно другого хватать и забирать так ангел который ангел который произошел от того кто грабил он по природе своей как и это преступление имеет большое нахальство так и этот ангел более нахальный чем другие поэтому он первый выступил я их уничтожаю можно перевести можно перевести раши приводит или с земли или вместе с землей верхний слой земли тоже растется но интересно мидраж приводит так раши это приводит что первая причина была из-за грабежа приговор но то что был такой тотальный приговор на всех это из-за разврата там где есть разврат приходит тотальное наказание у бога было много путей спасти ноаха и его детей между прочим это наверно все знают что ноаха дети его родились когда он же был ему было 500 лет и мидраж это объясняет почему все родили и раньше а он родил только в 500 потому что это одно из двух они будут достойными так он он должен будет строить много ковчев жалко много работы если они будут недостойными они погибнут ему будет неприятно поэтому бог так сделал чтобы он родил только в 500 ну а что будет с теми кто он родил если они будут вести себя не как надо так хорошо приводит мидраж говорит так что в те времена тут же приводится сейчас что земной суд наказывает с 13 лет небесный суд только с 20 а тогда до 100 лет еще это был мальчик если жили столько лет то до 100 лет это только мальчик его еще не наказывают поэтому даже хам был недостойным но он был еще мальчиком поэтому он не был наказан можно задать вопрос ведь у Бога есть много путей спасти человечество почему же он именно велел сделать ковчег так мидраж геморраг говорит так чтобы люди видели как он немолодой человек 480 лет начал строить и сколько он строил 120 лет старик что ты строишь ковчег для чего потому что придет потом и чтобы это пробудило людей исправиться но и может быть они исправятся но это не помогло это что ты сделаешь шлюш мейсамо и рах аты его длина ковчега 300 ракцей допустим рогрец это полметра 50 ракцей ширина 30 ракцей высота цель освещение тассы ратэйва сделать для ковчега и рамот и ракцю закончили наверху чтобы наверху она была только ракц у фес ракц ракц дотосим я не встретил ясно что было написано но может быть таки локоть на локоть я не видел ясно что пишут об этом у фес аты вход в ковчег бы ци дотосим сделать сбоку такти имш нижним ушли чем та села нижний этаж второй этаж и третий сделай ва не я и не мы вот я привожу я самого потоп моим воду а лорез на землю уничтожить все живое колбосор все тело что в нем дух жизни из под неба все что на земле умрет все на земле я оставлю мой союз с тобой у воз латэйво придешь в ковчег а то ты у вонехо твои сыновья вы иштохо и жена у ншей вонехо и жены сыновей и ток с тобой на что ему нужен был союз во первых чтобы фрукты плоды что он взял не испортились они должны были держаться в течение года кроме того люди того поколения сказали нуаху когда он строил ковчег во первых кто сказал что будет поток во вторых если он придет что ты думаешь ты спасешься а мы погибнем мы это не допустим если уж погибать то вместе дальше приводится что было бог послал специальные спец отряды волки медведи львы если кто на него хотел нападать там были эти отряды не позволяли его трогать что было с ремом и с огом медваж и мраж говорит немножко пошло и этим он жил у мекол ахай всего живого мекол босро из каждого тела шнай мекил подвоя от всех тоби от его приведи в ковчег ахай есть итог жить с тобой самка чтобы они были то есть от каждого вида самца и самка миоэйф реминею абсцис по их видам раша говорит те которые имели связь только со своим видом умина обеймо ремино от животного по его виду мекол ремеса мекил ремеса адомо все что двигается по земле реминею по их виду шнай мекил подвоя от всех есть придут к тебе остаться живыми а ты бери себе мекол махол ашаги ехол каждой еды что едят волоса втол илэхо собери к себе воё лэхо будет и тебе воэм и им лохо чтобы есть приводится что человек раньше должен дать еду животному а потом есть сам моя снех сделан ах но тут обычно написано я дам траву в поле для скота и потом будешь есть и насыщешься приводится что раньше дают еду животному а потом ешь сам тут написано по другому воёхо будет тебе воем и им лохо есть может быть очень просто если бы нуах должен удавать всем животным раньше чем себе то когда бы пришла его очередь вояс ноах так поэтому ноах было по-другому вояс ноах сделал ноах как все что бог ему велел так он и сделал построил ковчег работа непростая долгие годы строил как мы уже говорили цель постройки была предупредить людей и может быть они справятся оттуда он знал я не уверен что смысл того что оно строил значит что каждый гвоздь он обязан был убивать сам он этим занимался а может быть брал других людей и платил им что-то или как это совсем не означает что всю эту работу постройки ковчега он обязан был сделать совершенно сам не обязательно так понимать ну да мы же говорим что царь Ирин построил какой-то дворец там ни одного ковчега и во имя родина или не я сказал бог но ахо смотрите когда говорилось про уничтожение написано имя Эреким это бог судья наказывающий и вы знаете есть два имени основных которых пользуют Эреким и Ютки и Вовки Эреким это справедливый судья а при справедливости бывает что надо наказывать А Шем это Рахмин Милост тут написано Рахмин сказал Бог ну венуах бей ато прижди ты в хол бейсхой весь твой дом а ты вов ковчег кей скоро иси потому что я видел цадыков она и цадык передо мной бады разе в этом поколении и всех чистых животных возьми семь самца и самку я поймаю простому пшату значит семь самцов и семь самок от животных которые она нечистая по две ищ вы ищ самца мужа и жену имеется ввиду самца и самку чтобы осталось потомство Тут имеется в виду чистых. Чистых семь, а не чистых, только одна пара. Интересно, и у птиц, и у животных чистых семь пар, а не чистых одна пара. Геморавд Псахим обращает внимание, что написано такое выражение. Лотеора, которые не чистые. Написано Теора чистые, и написано Аше Лотеора, которые не чистые. Это намного длиннее. Мы же знаем, кто учит геморавд, знает, что есть много законов Торы, которые учатся от одной буквы. Лишний Юд, лишний Гей, лишний Вав, правильно? Ашера. А тут написано пять лишних букв. Ашер, Готеора. Можно его написать просто Тмэя. Все. Коротко. Коротко и ясно. А почему же Тора так пишет? Те Геморав Псахим поднимает этот вопрос и говорит, знаете почему? Гемора говорит. Барни, не можете мне дать Гемору Псохим на минутку? Спасибо. Чтобы человек не говорил какое-то некрасивое выражение. Шари-Ики Макосов. Тора искривила, очень искривила, то есть написала вокруг, непрямо. Шмэйно-Ис есть. Восемь букв. Велаги-Ци-Дова-Магуна-Ми-Пив. И не сказала что-то некрасивое. Написано. Беймага-Тора чистая. Уминабейму ашер ине-но-Тегейро. Которое нечистое. Можем написать Тмэя. Все-таки это недостаточно деликатное слово. И это Тора этим нас учит, чтобы мы выражались деликатно. Тора, значит, вокруг, значит, вокруг, я понимаю, что это не только удлинило, но лучше же Тора написала вокруг, непрямым путем. Которое нечистое. Как прямо выразиться? Тмэя. Но Тора специально и намеренно написала длиннее, чтобы выразиться красиво. Деликатно. Бага-Маор на эту геморрю спрашивает. Если мы откроем Тору в главе Шмини, мы встретим много раз Тмэя, 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 Тмэя Мэйм-Гохэм, они нечисто для вас, Тмэя Мэйм-Гохэм. Мы в это встретим. Правильно? Ну, почему тут Тора написала длиннее и вокруг, а там написала так? Бага-Маор отвечает так. Вопрос же, нужно это, есть ли в этом польза дело или нет. Когда была необходимость отдалить евреев от запрещенных видов, верблюда, свиньи, насекомых, запрещенных птиц и так далее, и так далее, там Тора писала очень четко, прямо и ясно, Тмэй Мэйм-Гохэм, они нечистые, они вас оскверняют. Потому что, скажите, что отдаляет человека от запрещенных видов? Сказать, которые нечистые или которые Тмэйм? Что больше отдаляет? Конечно, говорить прямым и четким выражением. Так поэтому, говорит, там была необходимость. Больше отдалить евреев от них. Это там. Поэтому Тора так писала, Тмэй Мэйм-Гохэм. Они нечистые, они оскверняют вас. Тут же не был вопрос, который, есть их или нет. Не в этом была тема. И тут Тора просто приходит рассказывать, что ноаху было указание. От чистых видов взять семь пар, от нечистых, одну пару. Тут не было потребности выражаться неделикатно. И поэтому тут Тора пишет более длинно. Более длинно и не прямо, но чтобы выразиться деликатно. Почему семь? Почему три пары? Почему не семь? Принести жертву. Вопрос, который спрашивает, зачем, зачем так много? Нет, почему не на семь? Я слышал объяснение, но немножко долго его рассказывает, почему так много, что он хотел принести именно шесть пар. Соответственно, заповедям, которые имело тогда человечество. Рамбом пишет, что до потопа у человечества, первому человеку, Адаму, было дано только шесть заповедей. То, что животные нельзя было резать и есть. И было только шесть заповедей. После потопа, что разрешено было есть животных, то был дан седьмой закон, не есть кусок от живого, Иван-Инахай. Так, соответственно, шести заповедям, которые Бог им дал человечеству, принести шесть пар в жертву. Так, потому что еще через семь дней, я спускаю дождь на землю, сорок дней и сорок ночей. У мохицы я сотру, все, что я сделал, мы опнили от дома, с земли. Иван-Инахай. Маяс-Инах. Зел-Ноах. Кихерашат циво уладеной, как все, что Бог ему велел. Вен-Ноах был бен шиш-мей-шону, он был шесть-сот лет. Вамабур, хо-йо, потом был ма-имар-орец. Был водан на землю. Ва-йо венея хувону, виштин шивону, витер-атево, пришел Ноах и сыновья его, и жена его, и жены сыновей с ним в ковчег, и завод потопа. Все, что двигается по земле. Шнаем-шнаем. По двое, по паре, был у них, пришли к Ноаху, а ты его в ковчег, зохору на киву, самец и самка, кашел циво и легиме с них, как Бог велел Ноаху. От чистых по семь? А, чистых по семь. Но интересно. Три вида саранчи по семь? А почему три? На которых можно есть. По-моему, шесть чистых видов саранчи. Шесть видов саранчи. Из каждой... А, послушайте, я думаю, что не так. Рабь Иуда, тут написано от животных, и написано от птиц. А саранча сюда не входит. От саранчи было только пара. От каждого вида. И от чистых, и от нечистых. Но обратите внимание, написано, по двое пришли к Ноаху. Так? А раньше написано, от чистых животных возьми себе по семь. Семь-семь. Рамбан говорит так. Одна пара пришла сама. Потому что это было необходимо, чтобы сохранить жизнь, сохранить каждый вид на земле. Впрочем, это был самый зоопарк, в котором были все виды животных. Все виды. Так по паре приходили сами. И Ноах их просто принимал. А то, что надо было брать больше, еще шесть пар от чистых, это Ноах. Это было указание Ноаха, бери себя. Он должен был трудиться и собирать. И Рамбан объясняет, почему от этого надо было трудиться и собираться. То, что надо было для спасения жизни, Бог так сделал, что они сами пришли. А то, что надо было для Митцвы, для жертвы, для Митцвы надо трудиться. Поэтому Ноах таки, трудился и собирал. Митцва имеет свою важность тем, что человек трудится. Митцва, которая без труда мало стоит. Этих двух, которые сами пришли, нельзя было принять и вверх. Так получается по Рамбану. И мы же учим в Перке вот в Пум Царе Агре соответственно трудности. Насколько человеку трудно плата. Человек трудится больше. Плата больше. Ваилы Шивасайомы было к семи дням. Воды потопа были на земле. Какие семь дней? В Митцвы есть несколько мнений. Одно из мнений приводится, что как раз в Матушевах дедушка Нуаха в это время умер. Кто посчитает его годы с начала сотворения мира и Дома Тушевыха, когда он родился, и он жил 969 лет. Так как раз они кончаются с потопом. Так Бог специально задержал еще семь дней, что можно его оплакивать как надо. и только потом Бог привел потоп. Семнадцатого дня в этом месяце 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 в этот день нибко разверзлись. Все источники большой, великой бездны и окна неба нефтоху открылись. Ваи был дождь на земле, обоим ем и обоим лохом. 40 дней и 40 ночей. Раби Гуда, это же спор блесар Раби Ишуа. По одному это хешвам, по второму и ярм. Раби Гуда, Моя Мазе Бонех именно в этот день пришел Ноах и шейм вахе вахом ваев везмейнех шейм и хом везмейнех и шейм и шейм и шейм и шейм и шейм и шейм в Ковчеге. Все животные по их видам Раша говорит только те животные которые сохраняли верность своим видам То есть и животных были которые вели себя так и вели себя по-другому Именно те которые сохраняли верность Все домашние животные по их виду Присмыкающие по земле по их виду Все птицы по их виду Все птицы Ваеве пришли онехал от Эйва в Ковчег Шнаем Шнаем по два Микола Босова Всего живого Всего тела Ашабиру Ахайм Дух жизни Видите По два пришли сами А больше это уже митва трудиться Во обоим приходящие из охраны Кейва Самец и самка Микола Босова Боу пришли Кашанцы воисела им как Бог ему велел Воизгирады Ной Баады Бог его закрыл Бу Раша приводит Медраж Что то поколение когда видели что НО заходит в Ковчег они говорят что ты спасешься а мы погибнем такого не бывать Жить жить вместе погибать 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 вместе что это такое так Бог окружил Ковчег Ковчег Медведи поколение 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 потопа возгордились что им было очень хорошо слишком хорошо дома спокойно от страха не было наказания не было болезней не было выгирей животные у животных рождались детеныши все было нормально посылали детей спокойно своих детей гулять играли музыку им было очень хорошо знаете сколько они жили до потопа мы же зачитаем жизни людей этих поколений я так тебе и делюсь смотрите просто читая Тору можно понять из-за этого геморрю что они жили все так жили я видел мнение другое я это видел теперь по простому общату все представьте себе Матушево жил 969 другие жили кто-то 900 895 905 910 Гэмах отец ну он жил немножко меньше он жил 777 а представьте себе такую трагедию Ханох умер так рано совсем молодой знаете сколько было Ханоху страшная трагедия всего 365 лет представляете какая трагедия так рано умер там приводится почему что был цадык не написано что он умер написано что Бог его забрал так Раши приводит так что он был цадык но была опасность чтобы он не испортился так Бог его забрал до этого преждевременно может быть такое положение человек сам ведет себя достойно но бывает опасность так они сказали Бога чтобы ты нам ничего не указывал мы нам хорошо и без тебя не указывай нам зачем нам это зачем нам тебя служить зачем нам слушать твои указания зачем что нам нужны дожди у нас есть рейки есть источники мы мы сами с усами мы мы сами справляемся слышали такие выражения поколение потопа так сказало так Бог сказал им тем добром что я вам посылаю вы меня сердите так я этим вас накажу страшная вещь поколение было очень испорченным я видел объяснение что одной из причин преступлений того поколения у них еще не было опыта и они были были как младенцы маленькие дети которые не научились от опыта это были младенцы старше 100 лет и из-за них было наказание уже на всю землю интересно у Бога же были еще пути спасти имя Вели очень большой зоопарк и разные виды. Эти идя то, эти то, эти идя в такие часы дня, это в такие. Шем рассказывал Якову, а мы вообще в этот год практически не видели сна. Не видели сна. Я понимаю, что это не значит, что они вообще не заснули. Заснули тут на 15-20 минут, там на 20 минут. Но лечь на кровати, заснуть, как мы привыкли поступать, такой возможности они не имели. То этому надо дать в такой час. Это вот в такой час. Приводится даже, что Нуах запоздал дать еду льву. Так от его... Что? Погладил его. Да. Так он вышел хромой. Я слышал, что она как бы этим сказала. Послушай, я просто львица. Или я просто лев. Я же единственный экземпляр в мире. Надо ко мне относиться по-другому. Я единственный экземпляр. Интересно. Ямаратов говорит, что даже на Нуаха был приговор, но он нашел симпатию в глазах Бога. А вообще-то это из путей Бога. Что одно поколение ведет себя нехорошо, второе, третье. Пока преступление накапливается и приходит наказание. Это то, что было впервые. Поколение потопа. Впервые, может, не точно впервые, приводится, что поколение Ноша тоже было затопление, которое затопило треть мира. А как это было? Что? Когда это было? Поколение Ноша. Внука... Внука Адама. Адам шеет Ноша. Можете задать вопрос по предыдущей главе? Да. Мы знаем, что, в отличие от животных, Всевышний был, может быть, человеку какой-то дополнительный. Тут рог. Да. Что-то дополнительный. Потом он берет этого человека, отделяет от него часть, целое. Потом отделяет целое. Это Эрминнахай. Это... Из этого... Из этого делает... Написка делает. Из этого делает женщина. Но не дерь на писку, женщина сдувала. Послушайте. Раби-Удэ. Давайте начнем. По сути, женщина тоже это есть. Она взята от человека. Но вопрос другой. Как можно... Красиво ли это? Забрать у Адама кусок от него. Это... Раби-Удэ. Это не беспокойтесь. У нее тоже есть душа. Тоже самое. Не беспокойтесь. Раби-Удэ. Не беспокойтесь. Теперь... Вопрос другой. Забрать у Адама... Это же некрасиво. Но вопрос же так. Ну, знаете... Но вопрос... Он забрал у Адама кусок от него. Скажем, допустим, ребро. Но что он ему вернул? То, что намного дороже. Принес ему... Принес ему... Хаву... В этой... В этой главе дальше... Говорится о семи заповедях, которые... Я просто не успеваю все. Но там говорится о семи заповедях, которые Бог дал всему человечеству. Так очень... И Бог заключил союз с человечеством. Интересно... Интересно... Почему... Союз... Бог заключает... Знаком союза Бог делает лук. Почему? Почему именно лук? Ромбан говорит так. Что... Когда... Радуга. Радуга. Ромбан говорит так. Что... Воевали же когда-то с луком. Так... Лук... Когда... Цитива... Перед... Перед собой... А... Круг... В другую сторону... Это знак войны. А когда лук перевернут... Это... Это знак мира. Тем более, что цитивы вообще нету. У радуги нету цитивы. Так говорит Ромбан. То есть... Это... Лук перевернут... Лук это знак войны. А перевернутый лук... Знак мира. А можно разбить там еще один вопрос? Да. Написано... В мире, что... Змей... Апаш... Ты посланник... О... Бог создал... Возможность зла... И возможность сделать... Да... Я вам скажу... Входить в это... Да... Тем более в это время у нас... У нас никак не получится... Может быть в другой раз... Подробнее... Теперь... Семь... В этой главе Бог дает... Семь заповедей... Ноаху... И... Что дает... Э... Интересно... Интересно... Я только хочу обратить внимание на одно из этих заповедей... Э... Не проливать кровь... Так же вашу кровь от вашей души я буду требовать... Это было даму дано? Но тут написано это у Наха... Вашу кровь от вашей души я буду требовать... То есть запрет убивать... Но тут же написано... Вашу кровь от вашей души я буду требовать... То есть это... Когда человек убивает себя... Я буду требовать... У кого он будет требовать... Скажите... Тут... Тут видно в тексте... Что остается душа... У кого он будет требовать... Это папа сказал... Говорил от его папы... От дедушки... Вашу кровь от вашей души я буду требовать... То есть... Душа остается... Тут мы останавливаемся сегодня... Да... Я должен быть в шкачке... Гдеpost... То есть... Не恤 Consult использовать... Ведь ту пизуよ... И вообще не слышать... 알менько...